Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупной игровой портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Этой осенью выйдет русская версия ARCH-H и обновление 2.0. Новые подробности нового PvP приключения в Skyforge. Разрабатывается новый хоррор под названием Sacred Agony. Новые детали чемпионата Star Series по League of Legends. Анонсирована новая тактическая RPG The Duos. Новая DLC в честь полугодового существования Dying Light. Кто-то уже наверняка в свете выхода других игр забыл о такой игре как Dying Light. Некоторые же наоборот до сих пор играют и наслаждаются дополнениями, модами и редакторами модов. Но даже сейчас при разговоре о зомби всегда первым делом упоминается Dying Light. И вот уже с момента релиза игры прошло ровно полгода. Именно по этой причине создатели этой увлекательной и даже моментами страшной игры выпустили видеоролик, который демонстрирует весь пройденный путь в игре. Начиная с стандартной сюжетной линии и заканчивая разнообразными интересными модификациями, причем которые создавались самими игроками. Но самое интересное то, что в этом трейлере имеются явные доказательства того, что для Dying Light готовится выйти новое дополнение. Но так как на данный момент был опубликован тизер, сказать, что принесет новое DLC и с кем на этот раз игроки будут бороться невозможно. Так что остается лишь ждать официальное заявление от разработчиков. Новые подробности близнецов из Assassin's Creed Syndicate в новом видеоролике. Наконец-то вышел ролик, который более подробно рассказывает об актерах, которые играют роль главных героев в Assassin's Creed Syndicate. Как известно, мало того, что главных героев двое, так они еще и близнецы. В любом случае, как выяснилось, известный актер по имени Пол Амос играет роль Джейкоба Фрая, а известный актриса Виктория Аткин, соответственно, его сестру-близнеца. Как известно, роль старшего была отдана Иви Фрай, поэтому и подход к любому делу у нее более продуманный и аккуратный. Джейкоб Фрай, наоборот, очень вспыльчивый и прямолинейный. И пока Иви тайно занимается каким-нибудь делом, Фрай со своей бандой идет крушить лица соперникам. Также эта парочка имеет соответствующий арсенал, поэтому каждый из этих двоих очень опасен. Скрытый клинок, трость, миниатюрный пистолет, кастет, крюк, кошка – этим всем обладает каждый из близнецов. Этой осенью выйдет русская версия ARCH-H и обновление 2.0. В начале этой осени наконец-то выходит русская версия популярной ARCH-H, которая, как известно, создавалась тем же человеком, который и создавал популярную игру Lineage, покорившая многих игроков во всем мире. Кроме этого, одновременно с релизом игры выйдет и сразу обновление 2.0. Игроков ожидает огромное количество изменений, которые направлены исключительно на улучшение игрового процесса и расширение внутренних возможностей. К примеру, теперь преобразится в другую форму изначальный материк. Популярное сверкающее побережье будет теперь PvP территорией, где, кстати, появятся две новые крепости. Причем одна крепость будет находиться на восточной стороне, а другая на западной. В обновлении 2.0, как вы уже могли понять, огромное количество внимания уделяют именно PvP составляющей, соответственно и гильдиям тоже. Наконец-то у глав гильдий появится возможность отыскать новых рекрутов и размещать интересные объявления. Новые подробности нового PvP приключения в Skyforge. Этим летом каждый фанат игры Skyforge сможет наконец-то принять участие в новом PvP приключении. Как нам стало известно, масштабные боевые сражения, битвы пантеонов будут заключаться не только в бою между игроками, но и в выполнении разнообразных PvP задач. Пока одни герои будут доблестно сражаться с реальными врагами, другие игроки должны будут заняться сбором волшебной энергии. В PvP битвах задача нападающих заключается в том, что необходимо прорваться к незанятым артефактам и забрать там накопленные за все время ресурсы. Причем владельцы храма, на который будет совершаться нападение, должны стараться не просто оборонять это место, но и никого не пускать внутрь, чтобы те самые ресурсы, то есть волшебную энергию, никто не украл. Конечно, ресурсы будут не только внутри храма, но и снаружи, но самые ценные будут находиться именно внутри. Поэтому игрокам предстоит приложить немало сил, чтобы взять верх над храмом, либо же защитникам храма, чтобы отбиться от врага. Разрабатывается новый хоррор под названием Sacred Ebony. У одного польского геймдизайнера совсем недавно созрел план, который он собирался реализовать при помощи системы Keystarter. Он представил всем игру под названием Sacred Agony. С видом от третьего лица и судя по игре, не игрокам предстоит выжить в самом аду. Что касается концепции игры, она очень простая и даже не оригинальна. Игрокам предстоит взять на себя роль бесформенной души, которая собирается вернуть себе остатки памяти и вырваться из ада. Конечно, сделать это будет не так уж и просто, но у души есть свое уникальное умение. Она умеет вселяться в души людей и демонов, которые шатаются по этому адскому месту. Для разработки игры необходимо 545 тысяч евро и сумму необходимо собрать за 30 дней. Причем, если сумма будет собрана в положенные сроки, то уже в этом декабре игроки смогут блуждать по аду. И несмотря на то, что денег до сих пор нет, игра может предложить уникальную сюжетную линию, 4 разнообразные локации и случайно генерируемые уровни. Новые детали чемпионата Star Series по League of Legends. Уже осталось совсем немного, ведь 25-26 июля в Москве начнут проходить финал турнира Star Series по игре League of Legends. Авторы турнира без какой-либо скромности называют этот турнир самым крупным киберспортивным событием, которое проходило когда-либо на территории стран СНГ. Битва среди попавших в финал команд будет нереально напряженной, так как команды будут двигаться по классической системе Single Elimination. Это значит, что никто не имеет права на ошибку, так как если кто-то проиграет, то сразу же вылетает из этой напряженной гонки. Что касается призового фонда, то он весьма внушительный. Первое место 1 миллион рублей, второе место 750 тысяч рублей, третье место 500 тысяч рублей, четвертое место 300 тысяч рублей. Но вот настоящий приз это не деньги и даже не кубок, а то, что победитель турнира отправится на турнир International Wild Card, который будет проходить в Чили и где сойдутся между собой лучшие команды League of Legends со всего мира. Анонсирована новая тактическая RPG The Duos Малоизвестная студия King Art Games анонсировала игру под названием The Duos, которая представляет собой новую тактическую игру с инновационной боевой системой. Причем игра строится на основе книжной вселенной известного немецкого писателя Маркуса Хайца. В основе игры будет лежать совершенно новая боевая система, благодаря которой противники теперь действуют более слаженно и скоординированно. На поведение ИИ теперь будет влиять более продвинутая физическая модель. К примеру, если какой-нибудь гном стукнет тяжелым топором по земле, то рядом стоящие враги отлетят и будут сталкиваться попутно с другими рядом стоящими юнитами. Конечно, подобный пример не единственный в своем роде. В качестве главного героя выступит полурослик по имени Тунгдил, который прожил практически всю свою жизнь среди людей. В игре намечается огромное количество интересных мест для изучения, интересные спутники со своей историей, уникальные навыки и много увлекательных заданий. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока!